Слово Божие Если я услышал голос, я могу определить, кто это, или надо увидеть лицо. Я прочитаю книгу «Песня песней» для нашего общения, 2 глава, 14 стих. Книга «Песня песней», 2 глава, 14 стих. Возвышенные поэтические слова. Голубица моя в ущелье и скалы под кровом утеса, «Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно». Голубица моя, «Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой». Мне хотелось слово сказать вот на эту тему. Голос Церкви и лицо Церкви. Что нам говорит об этом Священное Писание? Что мы можем наблюдать в нашей жизни, в религиозном мире? И то, и другое имеет большое значение. От того, как мы выглядим и что мы говорим. Человека как-то характеризуют. О нем делают определенный вывод. Можно сказать, такое неуместное. Или можно выглядеть так неприлично, что она соответствующий вывод сделает. Церковь имеет здесь на земле голос свой, который слышен, и лицо. Я сначала за голос хочу сказать. Книга пророка Исаия, 66 глава, 6 стих. Так написано. «Вот шум из города, голос из храма». Мы живем вот на улице, шум. Это шум из города. А из храма что? Бывает шум театральный, бывает шум скандальный или еще какой-то. Братья, из храма должен быть голос. Прежде всего, голос проповедников, где звучит чистое, неповрежденное слово, живое слово. Голос молящихся, голос поющих, когда идет духовное песнопение, это должно исходить из храма. А в городе, да, в городе шум. Мы выходим, и мы слышим этот шум. Мирской шум, греховный шум, пронизанный этим. А из храма должен быть голос. И написано так. «Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок». Сладость голоса в церкви достигается. Это не сладость, друзья, голоса межконфессионального диалога. Это не сладенький голосок, сопровождаемый словами «Радуйся, Рави». Это не голос политического заигрывания. Братья, сладкий голос, 44-й псалон, 3-й стих, там написано. «Из уст благодати злилось». Вот когда из уст церкви благодать изливается, вот это придает сладость голоса. И этот голос приятен. Его хочется слушать, друзья. Голос церкви. Какой он сегодня? Голос церкви. От одной церкви можно слышать «сибалет», от другой «шибалет». Писание говорит «Хочу, чтобы вы, братья, говорили одно». Это голос церкви. Хорошо, когда одно учение. Это подчеркивает единодушие, единомыслие, о котором тоже говорит Священное Писание. Это желание Бога. Хочу, братья, чтобы вы говорили одно. И наше должно быть такое желание. Самуил, Самуил, был когда-то голос в храме. Призыв на служение. Голос в храме. Он сегодня отчетливо должен быть слышать, и люди, приходящие, должны понимать, к чему их призывают. Немалая нужда, которую уже вскользь коснулся брат. Вот сегодня не слышен голос молодых проповедников, или, так скажем, слабо слышен. Бывает голос, братья, нечеткий в церкви. Написано «Дух ясно говорит церквам». Вообще, Бог ясно разговаривает с церквями. И в церквях должен быть ясный голос. Конкретно, к чему-то призывающий. Бывает голос неясный, невыразительный. Трудно расслышать. Братья, Дух ясно говорит сердцам. Проповедники должны ясно излагать истины, открывать всю волю Божию, о которой говорит апостол Павел. Вся воля Божия должна излагаться. Я уверовал и сам возрастал в маленькой церкви. И мне знакомо чувство ответственности за проповедь, когда ты должен, каждое воскресенье должен быть готов и в пятницу. Бывает в больших церквях такое понимание, что есть братья постарше, проповедников хватает, и поэтому молодые братья как-то не ревнуют. Для этого проводятся библейские курсы, разные общения братские, разного уровня. Для чего? Чтобы ясный голос был в церкви, особенно из уст проповедников. Когда к врачу приходит пациент, один из вопросов врача звучит так, «А что вы ели?» То есть из-за питания врач пытается определить диагноз церкви. «Что вы ели?» – это первый вопрос. Потому и твоя болезнь развивается. Братья, что мы едим сегодня в церквах? Бывает болезни духовной церкви происходят по той причине, что не того наелись, или недостаток питания. Что вы ели? Всего может хватать и музыкального участия, и песнопения, и еще чего-то, других организационных продуктов. А что вы ели? Есть ли питание в церкви? Вот голос церкви – это голос живого питания церкви. Он необходим именно из уст проповедников. И на это надо обращать внимание. Дорогие братья, здесь молодые сидят. Обратите на это внимание, чтобы была ответственность в приготовлении духовной пищи. И не просто что-то сказать. А как написано в Моисею, он получил живые слова от Господа, чтобы передать. Трудно передавать того, чего нету. Принцип «что имею, то даю» – это принцип библейский. И он должен действовать в наших церквах по силам, по вере. Но это слово должно звучать. В 90-х годах сформировалась во многих союзах такая тенденция, что где-то Слово Божие стало упраздняться. Вот такое живое Слово Божие. А взамен вышло нечто другое. Ну, что вышло? Очень большие обороты набралось социальное служение. Гуманитарное, социальное служение. Позже, даже сами, кто это движение развивал, они вынуждены были приостановиться, потому что явный был перекос. Когда это служение не сопровождается Словом Божьим, а Слово должно быть в основе, оно перерастет обязательно в крайности. По крайней мере, к истинному пробуждению людей это не послужит. Да, добрые дела, они должны быть. Покажите вере вашей. Вера сначала должна быть. Блажены мертвые, умирающие в Господе, в откровениях написано. Дела написаны, идут вслед за ними. Дела должны идти вслед. А есть, которые дела впереди толкают, но Слово не подтверждается. Я читал статью, когда один служитель выражал серьезное переживание, что Слово Божье в церквах стало уходить. А на первом месте вот эти добрые дела. Я еще раз хочу, братья, подчеркнуть, что это не противопоставление, но основа должна быть Слово Божье. Проповедь, питание в церкви. Почему это развилось? Я скажу, что это было не без основания. Почему голос церкви в этой области стал увидать или стихать, или как-то смазываться, или стал невыразительным? К этому было основание. Был такой человек, Федор Петрович Гаас, по-моему, он здесь в Москве жил. Это известный врач, в царские времена жил. Как о нем писали, добрейшей души человек. Вот о нем в народе говорили разные возвышенные слова. «У Гааса нет отказа» и прочее. Он действительно христианин был, и очень много доброго сделал людям, простым, бедным. И на могиле у него выяснили такие слова. «Спеши делать добро». Вот их взяли как лозунг. К этому лозунгу присоединили слова некогда известной женщины, которую называли католичка, мать Тереза. Она даже такой призыв делала. «Говорите, говорите людям о Боге». Иногда даже можно и словами. То есть у него в основу было положено только добрые дела, а слов не было. Взяли это на вооружение, и вот это служение вышло с перекозом. И теперь кто-то понимает, останавливается, что оказывается слово пробуждает. Вот слово должно звучать. Преображающая сила, действующая в человеке, должна быть через слово. Они говорили так, что уверовали. Не делали так, что уверовали, а говорили так, что уверовали. Поэтому, братья, голос церкви, он сегодня должен звучать. Когда-то волхвы пришли к Иисусу Христу Рожденному, и написано «открыли свои сокровища». Сегодня церковь должна открывать свои сокровища пред миром. И не какие-то гуманитарные сокровища, а сокровища Христос в нас. Это тайна для язычников. Это сокровище надо открыть. Для нас, верующих, Христос – драгоценность. Вот эту драгоценность должны увидеть люди. И когда они входят. И чтобы не было перекоса, как в «открыли они» пишут, что есть христиане, которые дело Божье, любят больше самого Бога. Вот Христос сказал «я слово». Он сам является словом для нас и для всех, для всего мира. Первое послание Иоанна, первая глава, там последний, десятый стих, хотя контекст там другой, но есть одно такое выражение. Если мы говорим, что не имеем греха, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Братья, печальное состояние церкви будет или есть, поместно или в целом, где слова нет в нас. Трудно быть служителем, который без слова. Трудно быть проповедником, в котором нет слова, и слова его нет в нас. Слово должно быть, и Господь эти источники свои открывает, и они доступны, и это слово должно звучать в наших собраниях. Перейду к следующему. «Покажи мне лицо Твое». Тоже очень важный, я бы сказал, где-то риторический вопрос. В чем он риторический? Немало сегодня христиан, которые так культивируют и утверждают такую идею. Люди религиозного мира, особенно либерального уклада, они так утверждают, что Бог на лицо не смотрит, Бог смотрит только на сердце. Поэтому упраздняется внешний вид. И вообще все, что касается внешней деятельности христианства, оно смотрится упрощенно или близко ко греху, или уже граничное со грехом. Почему? Бог не смотрит на сердце. Братья, это Писанию не соответствует. Писание говорит, «Покажи мне лицо Твое». Богу не безразличны ни голос, ни лицо. Иов, когда предстать должен был пред Богом, Бог говорит, «Я приму только лицо Иова. Ваше лицо не приму, а вот лицо Иова приму. Покажи мне». Меняется ли лицо церкви в сегодняшний день, братья? Переменилось ли оно? К сожалению, меняется. И хотелось, чтобы эти перемены, они были в лучшую сторону. Но, увы, лицо церкви меняется. В наше последнее время, я вот прочитал интересную, сейчас приведу цитату. Это Вячеслав Нестерук, сейчас он руководитель российского, то есть Украинского союза баптистов. Тогда он не был руководителем. Это было 10 лет назад, в 2001 году. В журнале была его статья, и он говорил о системах и программах религиозного образования. И опирался, знаете, на слова одного известного человека. Я проведу эти слова. «Тот, кто внедрит принципы первоапостольского христианства в ход человеческих дел, он изменит лицо земли». Вот он, опираясь на эти слова, говорил, значит, о системах образования религиозного. Что мы сегодня видим, братья? Что мы видим? Внедрились ли эти принципы? Изменил ли кто лицо земли? Друзья, в лучшую сторону, увы, не изменяется. И церковь, к сожалению, лицо церкви меняется совершенно в другую сторону. И внедрили не принципы первоапостольского христианства, а внедрили сегодня планирование семьи, кальвинизм, харизматию. Вот еще какие-то элементы служения, которые трудно назвать духовными. Видео и так далее. Мирской образ жизни, мирской образ одежды. Вот что внедрили. С таким внедрением лицо церкви в лучшую сторону не изменится. Хотя призыв вроде бы хороший и вроде бы правильный. Под лицом церкви можно разное подразумевать, братья. Если я скажу, например, служитель, пресвитер является лицом церкви. В какой-то степени это будет правильно. Сказать молодежь лицо церкви тоже, дети, семьи христианские. Немаловажную роль играют женщины-христианки. Я не раз слышал. Один брат приехал из Германии, ему надо было посетить собрание, там какая-то произошла нестыковка, в общем, не смогли его встретить. Он говорит, я иду, смотрю на людей. Смотрю, идут женщины в косыночках. Все. Это лицо. Я, говорит, за ними пошел и пришел точно в дом молитвы. Именно в то собрание, куда ему надо было. То есть, женщины-христианки, это тоже лицо церкви. Какое сегодня лицо? Покажи мне лицо твое. Покажи. Жених говорит, покажи невесте лицо твое. У нас в объединении как-то лет 10 назад был детский лагерь, заезд. И тема лагеря общего была «Христос пастырь». И, согласно этой тематике, каждый день проводились задания, занятия, беседы, служения. Дети готовились и участвовали. Было все хорошо. И вот мои дети тоже тогда, они младшие были, подростки, они тоже были в этом лагере. Приезжают и рассказывают. Я их спрашиваю, как прошел лагерь, кто там, что говорил, что вы запомнили. И они рассказали, «Ой, папа, у нас интересное было задание». И рассказывают это задание. А задание было такое. Детей разбили на группы, выбрали старшего в группу, дали ему листочек бумаги и ручку. И задание было такое. Вот вы пойдете в этом направлении, и вам по пути будут встречаться пастыри. Пастыры, люди. Вы, пообщавшись с ними, должны на бумажечке дать характеристику, написать свое название. Как вы оцениваете этого пастыря? Ну, детям такого дали. Ну, цель, конечно, была, чтобы на фоне встреч с разными вот этими пастырами, в конце концов, выявить доброго пастыря, чтобы дети сориентировались. И вот они пошли. И рассказывают они. Идем мы, идем. Вдруг подходим, говорит, смотрим, и за дерево выглядывает какой-то брат. Мы к нему, а он с другой стороны. Мы к третьей. Он раз в кусты прятаться. Ну, всем видом показывают, что он боится детей. Ну, что-то они там посмеялись, предприняли, пишут первый паспорт. Пастор трусливый. Вот такое свое резюме. Дальше пошли. А там другая группа с ним будет свою оценку давать. Дальше идут, подходят, смотрят, такая, значит, небольшая полянка. Вот. И стоит пастор с хворостинкой такой. Так, пришли. Ну-ка, проходите сюда. Одного шлепнул, второго. Ну, там пообщались тоже. Все это на грубых тонах. Они пишут. Пастор жестокий. Вот такой. Не милосердно к ним поднесся. Детская оценка. Дальше пошли. Дальше шли, шли. Еще какой-то выходит полянка. Смотрит, лежит пастор на травке. Руки заложил. На солнышко посмотрит, на зелень. Они к нему разговаривают. А он лежит. Ну, тут походите, разместитесь. Ну, я опускаю детали. Пообщались вообще. Вывод такой. Ленивый пастор. Он лежит, даже не встает. Следующий проходит промежуточек. Выходит на очередную полянку. Смотрит. Говорит, стоит пастор. Такой серьезный. Костюм троечка. Очень короткая стрижка. В 90-х годах. Что-то она значила, видать. Вот. Короткая стрижка. Мобильный телефон, когда только ходили. И черные очки. В галстуке. Он стоит, разговаривает на поляне. Они подошли так. Вокруг него походили. Говорит, мы сильно с ним не общались. Вот. Я говорю, ну и что ж вы написали? Как вы оценили? Мы написали. Это пастор регистрированной церкви. Я говорю, с чего вы взяли? Я знаю, что я... А вы не были ни разу в регистрированном собрании. С чего вы взяли? Ну, вот так. Дети решили написать. Это пастор регистрированной. Ну, в конце концов, они вышли, друзья, на доброго пастора. Тот, соответственно, повел с ними. Они дали. Ну, такое было задание. Лицо. Лицо. Покажи мне лицо твое. Что-то говорит церковь. Пришли к нам в собрание, друзья, уже лицо видно. Лицо. Приветливая церковь. Гостеприимная или нет. Жертвная церковь или нет. Друзья, очень много сторон этого лица. Покажите. Первое послание Коринфянам. 6 глава, 20 стих. Так написано. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Филиппийцам. 1 глава, 20 стих. Чтобы возвеличится Христос в теле. Я к чему эти места привожу, братья? К телу и лицу относятся. Это еще раз подчеркнуть, что Богу внешний вид не безразличен. Хотя это не основа. Центр идет от сердца, друзья. Но внешний вид обязательно должен преобразовываться. Или в лучшую сторону, или в худшую меняться. И лицо в том числе. Поэтому прославляйте Бога. Внешним видом тоже прославить можно Бога. И внешний вид очень о многом говорит. Как и голос человека, так и вид. Дальше второе послание Коринфянам. 3 глава, 3 стих. Вы письмо Христово. Узнаваемое. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Узнаваемое. Иногда братья письмо напишут. Я приходил встречать. Читаешь текст. И непонятны слова. Ну так написано коряво. Или так мелко. Нечеткий почерк. И вот бывает трудно узнаваемое. Такое письмо, что трудно его прочесть. Люди встали и гадают. Истинный он верующий, неистинный. Духовный он или недуховный. Очень трудно рассмотреть. Плохо письмо читается. С каким лицом сегодня церковь выходит на благовестие? С каким лицом сегодня церковь подвизается в том или ином служении? С каким лицом она выходит в мир? Или детские лагеря проводит? С каким лицом? Покажи мне лицо твое. И в мире очень четко, друзья, ориентируется. Мир привык к своим особенностям, к своему лицу. Братья, с каким лицом? Есть церковь с экономическим лицом? Есть. У каждой церкви какое-то есть лицо, какой-то почерк. Ну, какая-то примета, что ли, особенная, вот так выразится. Покажи мне лицо твое. Однажды Бог останавливает Агарь в пустыне. Агарь, куда ты бежишь? Она говорит, я бегу от лица Сары. Есть такое лицо у церкви, что бегут овечки. Они не могут быть в этой церкви. Почему? Такое лицо. А есть лицо, приятно. Покажи мне лицо твое. Голос твой сладок. А лицо приятно. Такую церковь хочется идти. Здесь его поймут, друзья. Здесь будет доброе, духовное, правильное служение. От лица очень многое зависит. Я такой пример прочитывал к книге. Значит, небольшой городок в прошлом. В основном дома были деревянные строения. Кое-где были каменные дома. И там был цирк свой местный. Иногда он ездил по другим, по округам. Небольшой цирк такой. Деревянное, оригинальное строение. И там был клоун всем известный. Все его знали. У него такие номера были. Людей веселили. Ну и было хорошо. И однажды шла репетиция в этом цирке. Что-то там тренировалось. И случился пожар. Ну и люди, кто скорее спасаться, вытаскивают что-то ценное. А этот клоун, как он там занимался своим занятием, вдруг выбегает из помещения цирка на улицу. Понимая, что деревянное строение, пожар может перекинуться. И он по улице выбегает и кричит. Люди, пожар, пожар. А люди на него смотрят и смеются. Он дальше бежит, убеждает их. Пожар, вы понимаете. Они на них смеются. Город сгорел. Что он неправду говорил? Правду. Но у него лицо такое было, что люди не верили. Есть сегодня, церковь тоже говорит о последнем времени, о втором пришествии Христа. Но лицо такое, что не верится. Не верится, братья. Где-то это и серьезная к нам претензия, и даже для кого-то обличение. Некоторые так устраивают жизнь, быт, работу, время свое так распределяют, что действительно трудно поверить, что скоро будет пожар, где все дела на земле сгорят. И вот так сгорели. Почему? Вопрос только не с тем лицом вышел. Можно говорить о святости, можно говорить об освящении. Братья, но какое лицо, с каким лицом? Для нас дорогие слова, и где-то они пришли уже в обыденность. Мы идем путем очищения, у нас путь освящения. Мы отделены. Братья, чтобы это говорить, надо, чтобы в жизни этот принцип освящения постоянно соблюдался. И во внешнем виде, и в жизненном таком устройстве. Слова правильные, направление правильное в братстве. Но чтобы и лицо церкви такое было. Есть лица в семьях, тоже бывает, смотришь, какая-то разница. Хочу, чтобы вы говорили одно. Книга Исход, 28 глава. Эта вся глава посвящена, там очень подробно описывается одежда первосвященника. Я когда-то в свое время подробно изучал эти элементы одежды и толкования, смотрел, что означает. Интересная тема. И вот, на мой взгляд, самая дорогая вещь, элемент одежды первосвященника, как там описано. Это было на его накидаре, вот здесь была такая табличка, из чистого полированного золота, и была надпись «Святыня Господня». Это тоже было, братья, на лице, на челе. Вот, на мой взгляд. И там дается в самой Библии объяснение, для чего нужна была эта табличка. Можно было ее не одевать. Там достаточно было драгоценностей, в том числе и духовная драгоценность у Рима Тумим, которая была невидима, но по значению она была более духовно драгоценная. Ну, а это золотая табличка. И там дается такое объяснение, для чего Аарон должен был ее носить. Для благоволения Бога к народу. Это интересные слова. Значит, Бог, вот, видел эту табличку на Аароне, Он носил. И чтобы Бог благоволил к израильскому народу, вот, как бы, через эту эмблему, или печать, печать «Святыня Господня». Друзья, не мирская печать, именно «Святыня Господня». И Бог через это благоволил. Мы ведь тоже все заинтересованы, что Бог к нам благоволил. И это нормально, когда христианин стяжает благоволение Божие. Когда человек стяжает благоволение Божие, и Бог благоволит, то, друзья, Бог и врагов заставит о нас говорить хорошо. Благоволение Божие, оно очень для нас ценно. Где эти проходные пути благоволения Божия? «Святыня Господня». Можно чуть-чуть наперед посмотреть. Братья, будет еще одна печать. 666. Она тоже будет на челе. Это тоже эмблема, это тоже знак, но это противоположность. Там «Святыня Господня» – это печать детей Божьих. Будет другая печать. Опять лицо. Покажи мне лицо Твое. Есть лица, которые готовы для этой печати уже. Они открыты уже. А есть здесь «Святыня Господня». И Бог будет благоволить. Книга «Откровения», 17 глава. Там описывается облудница. Ее называют «Жена зверя». Вот. «Вавилонская облудница» или просто «Вавилон». И о ней описывается такая деталь, что на челе у нее было тоже имя. Тайна «Вавилон». С нею блудодействовали цари земные. Они были увлечены ее лицом. Цари земные были увлечены. Они с ней блудодействовали. И там было чем увлечься, братья. Прочитайте внимательно, как она одевалась. Порфира. Все это украшение. И очень, я бы сказал, привлекательно и могущественно смотрится, когда у нее в руке золотая чаша. Но эта чаша наполнена не молитвами святых, а мерзостями. И вот эта блудница, она привлечет в себе. Мы сегодня можем увидеть, даже по верстным взглядам, куда вхожи сегодня представители власти, цари земные. Куда вхожи они сегодня? В какие собрания? В какие храмы? Есть, которые никуда не вхожи, а есть куда-то вхожи. То есть, у каждого есть лицо. Это лицо привлекательное. Каргель пишет толкование об этой блуднице, а такую деталь подмечает. И он пишет, и дивился я, видя ее. Каргель подмечает, говорит, он не дивился зверем, на котором она сидела. Хотя бы зверь куда более должен удивить. Он говорит, дивился ею. Вот какая она была привлекательная блудница. И с нею блудодействовали цари земные. Бывает церковь с лицом Изавеля. Особенно, если брать внешний вид. Но Писание говорит, посмотрите на Сару. Нету призыва, посмотрите на Изавель. Вот эта женщина, которой была предоставлена последняя возможность, и время, и отдала ей время покаяться, она не покаялась. Посмотрите на Сару. У нас есть сегодня на кого посмотреть. Взгляни на нас, апостолы говорили. Лицо церкви. Покажи мне лицо Твое. Я эти моменты библейские привожу, братья, к чему? Что не секрет, мы это понимаем. Или задумаемся глубоко, или вообще не задумаемся. Но, видя вот эту религиозную мешанину, или жизнь религии современной, мы видим, что все равно формируется образ Вавилонской блудницы. Вот это ее лицо. Лицом или его назвать, образом или как хотите. Он формируется. И к этому есть основы, есть в этом некоторая движущая сила, направляющая такое. Я прочитаю, вот в прошлом году проходил третий Лозанский конгресс. Это всего был третий, он где-то через 10 лет проходит. И в основном, вот когда читаешь отчеты о конгрессах, тех, кто был, обычно отзывы положительные. И такие возвышенные, там, я ободрился, я такое услышал, я почувствовал вот единение и так далее, вот такие. А это я прочитал статью одного украинского пастора, который довольно критически посмотрел. Он вник в содержание этого конгресса, там было 4,5 тысячи человек в Кейптауне, в Африке. Он вник, какие темы подымались, он интересные мысли выразил. Я постараюсь их передать. Вот классическое понимание гуманизма такое, когда человек в центре. В общем-то, это положительная трактовка, которая имеет место в обществе. Он говорит, теперь я вижу, что сейчас появился неогуманизм. Суть его какая? Когда в центре не человек, в центре внимания, а права человека. И он это отчетливо увидел. Вы говорите, посмотрите, как сегодня о правах заявляют. Наступательное движение, так называемые, ювенальной юстиции, там права. О правах заявляют так называемые сексуальные меньшинства, хотя это грешники, если они не покаются, они права свои заявляют. О правах заявляют женщины, причем заявляют даже в области богослужения. И везде речь идет о правах. Если дальше идти, он говорит, а разве в церквах мы не слышим сейчас такие надовыражения? А я имею право, а я имею право. Раньше не было таких слов. Господи, что повелишь мне делать? Вот какие были слова. А сейчас я имею право. И это право включает в себя право не слушать Евангелие, не слышать слова греха. И здесь идет такой очень тонкий перекос, друзья, и вводит людей уже не человек, а права. И получается, церковь в последнее время, она будет с лицом правовым каким-то. Не с лицом вот святыня Господня, а с правовым. Хотелось, братья, чтобы вот тоже мы понимали эти вопросы, и для нас было дорого именно церковь с приятным лицом. Покажи мне лицо твое, Бог говорит. Мне небезразлично лицо церкви последнего времени. В 2005 году в Англии состоялся юбилейный, столетний юбилей был, Конгресс Всемирного Баптистского Альянса. Ну, раньше он назывался Всемирный Союз Баптистов. Сейчас это слово «альянс» променяют. Вот, очень большой он был по представительству, 114 стран, 13 тысяч человек было. Там они привели такую статистику. В мире христиан где-то 100 миллионов, 100 миллионов баптистов, в мире баптистов 100 миллионов. И когда был заключительный день вот этого Конгресса, то основное слово было Джимми Картера. Это бывший президент Америки, он тоже баптистом. Его слово было заключительным и основным. И вот он там провозгласил некоторые принципы, которые, я бы сказал, определяют или формируют лицо современной церкви. Вот, лицо, вот это и коммуническое современное церковь. Что он провозгласил? Я только несколько моментов братья подчеркну. Церковь должна сконцентрировать свои усилия на социальном служении. Это первое. Второе. Баптистам надо искать соединение с другими динаминациями. Третье. Женщины наравне с мужчинами нужно предоставить возможность пастырского служения. И там подчеркнется, после его вот этих провозглашенных лозунгов, большинство встретило их овациями. И только в овациях этих воздержались представители стран СНГ, которые были. Эти принципы, ну, кто-то еще понимает, что они неприемлемы. А в основном это, друзья, уже подхватывается. Вот направление массового христианства, именно баптистов массового. Я назвал вам цифры, братья. Они формируют это вот на таких конгрессах, на таких совещаниях, больших общениях проводят, на таких собраниях. И оно, друзья, где-то диктуется. Если мы сотрудничаем, оно это переходит. Если не в организационном плане, то оно, духовно оно переходит и влияет. В Откровениях, 2-я, 3-я глава, мы читаем послание семи церквам. Братья, вот как вы находите, читаете послание? Лицо какой церкви вам более привлекательное? Ефесская, Смиртская, Пергамская, Феотирская, Сардийская, Филадельфийская или Ладзикийская? Вот какое лицо церкви вам более бы привлекательное? Вот как вы могли бы сказать ответить? Братья, вот там два лица есть церкви – Смиртская и Филадельфийская. Это церкви, которые находились в гонениях. Это церкви, которые Бог не предъявил, что имею против тебя. Против церкви Бог много положительного ответил, но сказал, имею против тебя. А эти церкви находились в трудностях, очень больших трудностях, переживаниях, в гонениях. Там верность испытывалась, там нужно было слово сохранить. Бог ничего не имел. Думаю, что были там, может быть, какие-то недостатки. И у нас могут быть, братья, но Бог не предъявил им. Вот это лицо такой церкви, оно привлекательное. Сегодня такая идет тенденция, как-то человек склонен искать другую церковь себе. Эта тенденция развивается в других странах. Выбрать себе церковь удобную. Не церковь с лицом, приятным Богу, а церковь, удобная мне. И люди, бывает, ищут. И некоторые ходят по церквам, друзья, ищут совершенную церковь. Ищут, ищут, и не понимают, что им нужно себя реформировать. А некоторые так считают, или церковь надо реформировать, попирают духовные авторитеты, или надо, значит, искать другую церковь. Я еще такую цитату хочу привести. Довольно свежая. 2011 год, журнал «Христианское слово». Там интервью брали Алексея Смирнова. И он там так говорит. «Сейчас мы говорим на всех уровнях и во всех регионах, что церковь должна обрести свое библейское и евангельское лицо». То есть, почему такие слова звучат? Потому что, ну, где-то лицо исказилось, друзья. Должна обрести. Говорим на всех уровнях. Да, говорить надо. Голос церкви должен быть. Но и должна еще одна быть сторона. Та, которую я уже, так можно сказать, в заключительной части хочу прочесть. Это второе послание Коринфянам. Третья глава. 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть, сказать надо, но нужно и преобразование. «Мы же все с открытым лицом, как в зеркале преображаемся в славу Господню». В тот же образ, как от Господня Духа. Братья, есть преобразование от Духа мира сего. И есть такие преобразования. В худшую сторону. А есть преобразование от Духа Господня. Так вот, лицо угодное или приятное Богу будет, это лицо, преобразованное от Духа Господня. «Мы же с открытым лицом». Брат говорит, лицо должно быть открыто, но голова покрыта. Должно быть преобразование от Духа Господня. Можно преобразовать, друзья, структуру. Можно преобразовать. Можно ум свой преобразовать. А вот преобразование духовное пережить. Можно этого не достичь. Поэтому нужно от Духа Господня с открытым лицом взирая на славу Господню. Тогда будет это преобразование. Я как-то в одной семье посетил. Они поженились где-то годик, уже прожили. Разговариваю с ним. Я знал, из какой семьи эта сестра пришла. И за брата знал. Побыл у них. Как живете? Поспрашивал. И вы знаете, в этом брате большие преобразования. И в церкви стало слышно. Говорит, как он женился? Он говорит, преобразился. Он стал аккуратно одеваться. Он чище стал ходить. У него вот это, вот это. Доброе преобразование. Откуда? Почему они появились? А жена такая появилась. Бывает, друзья, приехал просвитер в церковь. И церковь преобразовалась. Преобразовалась. Вот так доброе влияние. Преобразование Духа Господня. Поменяли руководители молодежи. Смотришь, молодежь преобразовалась. То есть, вот такое идет преобразование. Представьте себе, когда Дух Господний действует в нас, действует на нас или через нас. Обязательно будет преобразование. Потому что Слово Господне, оно преображает. Оно меняет нас. Сундар Синг был такой индусский проповедник, миссионер. Несколько раз он в Европу проезжал, о нем много слышали. Посещал он некоторые в Европе собрания. Был разочарован уже в те времена, в начале прошлого века. Он был уже разочарован духовным состоянием европейского христианства. И сказал, хотя вы люди белые, но душа, сердце, к сожалению, черное. Вот, он так посмотрел все это. И он некоторые труды оставил, я читал. И один момент из его жизни хочу рассказать. Он говорит, как-то шел я посетить одно горное селение. Там тропочки такие были. Он в Гималаях проповедовал, там еще в некоторых местах. И говорит, иду я по тропинке, и вдруг выхожу на небольшую полянку. И смотрю, да, еще ничего не увидел. Вышел на полянку, и мне, говорит, такое зловоние в нос ударило. Ну, говорит, что меня вырвало. Я, говорит, не мог понять, откуда здесь такой горный чистый воздух, и вдруг такое зловоние. Быстро осмотрелся, смотрю, какая-то куча лежит. Ну, от нее этот идет запах такой нехороший. Ну, я, говорит, поспешил удалиться, и дальше пошел. Побыл несколько дней в том селении, возвращаюсь назад, этой же тропинкой. Подхожу, выхожу опять на эту поляну. И, говорит, чувствую такой приятный аромат. Я удивился такой перемены. Шел туда, такой запах был невыносимый, а сейчас такой аромат. Я огляделся, та же поляна, та же куча. Но, говорит, смотрю, на куче расцвел красивый какой-то редкой породы горный цветок, большой такой. Это цветок, запах цветка, он перебивал зловонию этой кучи. Он себе этот записал, пометил, ну, и как пример в проповеди, говорит, вы Христово благоухание. Вот этот цветочек, друзья, он преобразил эту поляну, преобразил, ну, в плане аромата. Поэтому он такую мысль заразил, что вот это зловоние, это наше гонение, несправедливое к нам отношение, трудности наши, переживания в жизни. И на этой куче, на таком фоне, друзья, вот это Христово благоухание, идет вот это преобразование. Саулу когда-то было сказано, сойдет на тебя Дух Господень и сделаешься иным человеком. Преобразование от Духа Господня. Дух Господень сойдет, сделаешься иным. Это преобразование в Пенуэле пережил Иаков. Ты был Иаков, теперь будешь Израиль, Бог преобразовал. Ты был Авраам, теперь будешь Авраам, за мужем жену подымает. Ты была Сара, теперь будешь Сара. И Бог все время, друзья, Он хочет нас преобразовать, приготовляя к вечности. Хотелось, чтобы Господь нас благословил. Поэтому я буду заканчивать слово свое. Я хочу еще раз напомнить песню Песней, 2.14. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Да благословил на Бог, чтобы голос нашей церкви, нашего братства, поместной церкви, или мой личный церквь, Он был, друзья, сладок в очах Господа. И лицо приятное, лицо преображенное от Духа Господня. Хотелось, чтобы мы об этом преобразовании, братья, Могли помолиться, обратиться к Господу, Ожидая от Него милости и помощи. Аминь.